Я был депутатом Съезда народного депутата в СССР, я был членом Конституционного Совета при представителе Верховного Совета и затем при президенте Ельцине, был начальником контрольного управления до марта 1993 года, затем был членом первого выбранного Совета Федерации, был одним из создателей и заместителем представителя Счетной палаты Российской Федерации. В реальной оппозиции курсу Ельцина, Гайдара, Чубайса фактически оказался еще работой внутри исполнительной власти, еще в 1992 году. Почему? Вот у нас это называется итоги рыночных реформ. Не совсем так. В Китае тоже были рыночные реформы, но итоги совсем другие. В Польше тоже были рыночные реформы, но итоги совсем другие. Значит, не в этом дело. Значит, дело в том, что современные цивилизованные рыночные реформы были чем-то подменены другим. Чем? В цивилизованном понимании рыночные реформы это включение рыночных механизмов для повышения эффективности национальной экономики. Так? А не для того, чтобы из корабля, имеющего цель, задачу и курс, превратиться в утлую лодчонку, несомую по воле волн, куда уж придется. На эту тему есть замечательный анекдот, гуляющий по интернету. Вот в одной лодке плывут, скажем там, Адам Смит, может быть, Мильтон Фридман и, например, Карл Маркс. И вот Карл Маркс вдруг раз оказался в воде. Кто его выбросил в воду? Невидимая рука рынка? Нет. Значит, нам нужно четко понимать, что очень многие процессы, прикрываемые чем-то естественным, невидимая рука рынка, на самом деле, являются сознательными и целенаправленными. Рыночные реформы, как включение механизма повышения конкуренции на благо достижения общенациональных целей, были подменены целенаправленным разрушением ткани жизни, общества, государства и его гуманистической направленности. Приведу всего несколько свежих примеров. Скажите, декриминализация мошенничества – это разве рыночные реформы? Или это разрушение честного созидательного бизнеса? А фактическая декриминализация взяточничества, когда можно просто откупиться, заплатив несколько раз больше, это разве рыночные реформы? Или это сознательная криминализация общества? Это ведь фундаментальные вопросы. Теперь, признано, что прежняя экономическая модель как будто бы себя исчерпала. Но речь ведь не об экономической модели. Речь о модели цели полагания общества. Мы должны признать, что модель цели полагания общества у нас, навязанная нам, была деструктивной, паразитической. Паразитировать на том, что досталось нам от предков – территория и природные ресурсы. Продать как можно больше нефти и газа, а все готовые купить. Я много раз говорил на протяжении всех этих лет, не будет такого, что у нас вечно будут покупать нефть и газ. Настанет тот момент, когда в силу научно-технологической деградации, которая с каждым днем и сегодня продолжает усугубляться, у нас когда-то просто перестанут это все покупать. Скажут, что отойди, мальчик, не мешай, мы сами возьмем. Нынешнее радикальное падение цен на нефть – это катастрофа или шанс для нас? Предупредительный звоночек. Я считаю, что это шанс. Жизнь пошла не по тому пути, который я предполагал. Жизнь нас предупреждает. Остановитесь, одумайтесь, развернитесь. На что мы должны развернуться? Мы прежде должны развернуться на созидательную модель построения общества, государства и, соответственно, экономики не как самоцели, а как механизма материального обслуживания, материального обеспечения достижения наших с вами общих целей. Спасибо. 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 Спасибо.